Братанчик, а перед началом хотел напомнить тебе, что у меня сейчас проходит конкурс на целых 15 мест, по бюджету там почти 20 миллионов, на трех популярных проектах, на которых мы играем, это Смотра Рейдж, Дом РП и Си Си Ди Планет, поэтому ссылочку на телеграме я оставлю в описании, там есть и все призы, и все условия, и все, что тебе нужно. Желаю удачи. Привет, друг, с тобой Эван, мы продолжаем играть на сервере Смотра Рейдж, все как всегда, и как ты понял по названию и по первой ролике, сегодня именно тот ролик, когда мы подцепим на наш вейрон офигенный номер, редкий, уникальный, единственный в своем роде, конечно, каждый номер единственный в своем роде, ну да ладно. Я надеюсь, этот ролик ты ждал, подпишись на канал, нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые, а я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, а мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере есть свой личный промокод Эван, вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей, вип-статус на один день, иди сдавай на пару и работай на свою мечту. Наверное, начать надо с того, что еще очень задолго до покупки Верона, примерно после прошлого обновления, когда она там вышла в начале мая или в конце апреля, когда добавили первые именные и федеральные номера, с того момента я уже знал, что на самой быстрой, самой дорогой тачке в моем автопарке будут висеть именные номера, только какие я еще не знал. Поэтому, спустя какое-то время, я нашел человека, который мне задонатит необходимую сумму на аккаунт, то есть я не буду донатить 5 тысяч рублей на именной номер, потому что мне это не нужно. Я нашел человека, который мне это сделать и заплатил игровой валютой с наценкой. В принципе, как это было, можете посмотреть прямо сейчас. Так, пацаны, мы едем за донатом. Мне написал один человек, что он находится сейчас напротив больнички, но и написал напротив какой, поэтому его еще надо найти. Да-да-да. Погнали. Наконец-то я дождался. Да-да, а что там получается? 19 миллионов 498. А, то есть сначала деньги, потом донат? А, ну да-да-да. Да не, не переживай. 4300 доната. Все верно. 4500. А, 4500 ты мне закинешь, окей. У тебя получается 3 платежа придет. Полторы, полторы, полторы. Угу, окей, окей. Опять номер. Блин, Эван, купи машину, задрал. Просто ездит на машинах с 21-го года, чтобы покупать номера. Блин, ну... Мазад клеить, опять же, только что-то у тебя их мало. Я надеюсь, это не будет как с Феррари. Если кто не видел с Феррари, а, у меня же там видоса нет. Короче, когда я покупал Феррари у Санька, Алекс Рил, если ты посмотришь себе, привет. Вот, то меня нахер закинули в Димараган на 10 тысяч минут и проверяли мой комп, валюту я покупал или нет. Я, короче, обходил комиссию, вот. Я надеюсь, сейчас опять так же не будет, если что, простите. Знаешь так, мы скинули ему 10, 15, 19 миллионов 498 тысяч. Именной, короче, будет за 20 лямов, можно так сказать. Ну, еще перевес, ну да, 20 лямов будет. Так, логик я передал, теперь будем ожидать донат. О! Я думаю, ты уже ко мне, ты опять за Родома посадит, ёпросто. А кран лох. Так, ну, значит, смотри, дело обстоит таким образом. Угу. Вот и все. За что, да? Прием, слышно меня, да, да, да. Блядь, отчекаем, пацаны. Блядь, садись, садись. Не, не, они. Мы же выходим. Бежим. Куда бежим? С машины выходим. Хочу нато еще, когда он звезда. Сейчас, секунду. Да, подожди, снять ее и упокоить. Сейчас, дайте секунду, да. Все, они написали, что все пришло в течение пяти минут, я благодарю. А это, куда дела, туда-сюда. Короче, пиши, но они. Ну, зачем научить тебя, хоти нам закончить дела? Да, дайте, дайте, чтобы не убежал. А я не буду убежать. Кстати, как у тебя не считается, Вова или Вовка? Ну, он, он убежит, держи его. А, Вова, как все. Все, большое тебе спасибо. Все, давай, Эван, на связи, здесь еще пиши. Да, если что, ты знаешь, где мне искать? Да. Давай-ка, удачи. Блядь, такой бред. Раз сотрудник полиции витрбанки. Значит, Виктор, веду опуск. При обыске были найдены отмытки, вам выдается еще одно. Звезда за контрабанду. И, смотри, еще бан. Мне кажется, там нужно стопудово банду. Подожди, за что вторая звезда? За отмычки? Отмычки это контрабанда, чего? Первый раз такой слышал. Блядь, меня за это тоже посадили. Даже если лицензия тоже типа есть, типа пофиг? Угу. Давай-давай. А завтра вам белая звезда. Блядь, что за вор? Давайте они могли словить, и тут словили просто на озере. Так, пацаны, блядь, номера покупай. Вот так, в принципе, Вовке привет, Воваке. Вовака, Вовка. Вот, и спасибо. И у меня на балансе сейчас где-то, не сюда, а вот сюда, находится 5610 рублей. Это еще с раздачами, еще с дачи из прошлых раздач. Короче, 5000. И у меня есть верон. И в прошлом ролике я говорил, что здесь будет очень интересный номер. Да, вешать ашки это прикольно, тем более я уже хочу продать некоторые свои автомобили из наличия. Например, даже тот самый Диабло, потому что на нем я уже накатался. Я бы хотел поменять на что-то другое. И единички, конечно, бы хорошо подошли верону, но и мне, у них есть какой-то свой вайп. Ну, а теперь самое интересное то, что у меня есть еще вот такой вот номер. TTN8888. TTN8888, он не стоит ровно ничего. Но у меня есть автомобиль, который я сначала хотел продать, но теперь не буду продавать. Это BMW 5 E34. И на ней, как вы видите, стандартный номер, потому что раньше на ней висели, вон даже на фотке видно, двойки. Поэтому этот номер мы сначала перекидываем на E34, а с E34, вернее на E34, весим именной, и потом перекидываем между транспортом. Я надеюсь, да я не надеюсь, я знаю, что можно как бы перекидать именной номер. Потому что если этого нельзя делать, это будет, конечно, фиаско полнейшее. Спауним E34, подъезжаем к метке. Кстати, их здесь с последнего обновления появилось немного больше. И у нас есть федеральные, именные и обычные. Конечно, прикольно, что у федералов есть свои привилегии, то есть на них не приходят штрафы. А на именном такого нет. Это, конечно, обидно. Но и федеральные стоят, конечно, самые дешевые 15 тысяч. Я, конечно, думал купить, но потом подумал, сколько это надо перевести игровой валюты в донат, то сразу передумал. Значит, у нас именной номер может содержать 8 символов, я так понимаю. 4999. 12 единиц стоит номер. Какой же номер можно подцепить? Конечно же, вот такой. Можно подцепить вот такой. Ладно, посадить не будет, я не гоню. Типа вот так можно. Но YouTube это обобщенно, его можно будет потом продать. Evan это чисто личное больше. Можно еще вот так сделать. Но мне кажется, это идея для следующих номеров, когда я буду покупать. Потому что именные номера, мне кажется, это не последние номера, которые я куплю. Тем более, сейчас на вторичном рынке можно именные купить за 15 лямов. А я заплатил сколько? 20 или 22 ляма, да, чтобы купить донат. Ну да ладно. Пишем Evan Caps'ом и покупаем. Только здесь ничего не видно будет. Ну да ладно. А, и, кстати, сразу выполняем задание с Battle Pass'а. А вы действительно хотите? Да. Погнали. 24 июня, 23 года. Подпись Evan. Есть. И только спасибо ЕКХ могучему и текстурам могучим и елке новогодней, что я сейчас не вижу нихера. Вы купили один номер Мраво. Ура. Кстати, давно я этого не делал. Примерно с года 2020. Не, не 2020, а 2021. Уф. Не, ну это дорого. Кстати, даже есть какой-то стиль, что именно на Е34 этот номер висит. Кстати, если кто-то есть олд моего канала, прям реальный олд, то он помнит, что у меня когда-то был Чирон на Смотранта. И я туда тоже купил именной номер, Эван. И мне был Чирон на именном. А теперь у меня также есть в GTA 5, конечно, не Чирон, как я хотел. Ну, теперь есть с Верон на именном. Ну, пока что еще нет, но будет. Конечно, стоили ли те три восьмерки 500 тысяч? Е34 и Верон. Мам. Перевесить номерной знак. Еще одно задание выполнено. И теперь, теперь... Давайте сначала вот это, если оно заспавнится с номерами. А оно не заспавнится. Ну, давайте тогда съедем. Ну, это уже лучше, чем те, которые у меня были до. Ну, так хотя бы не стыдно, да? Ну, так, по идее, Е34 можно не за 300 продать, а за 350, как бы. Уже не даром. Не, выглядит прикольно. Так, пацаны, давайте посмотрим, как вообще именные светятся в F3. И теперь самое главное, как они выглядят на Вероне. Только давайте я припаркую и специально не буду смотреть. Раз, два, три. Бля, это дорого. Это, это дорого, реально. Еще в этом цвете, типа, он черный, серый, на именных. Если бы еще номер под лобошом был, там, Эван так бы светился. Бля, ну это охеренно. Не знаю, не даром потратил 20 лямов. Это даже лучше, чем Машки. Это что-то такое уникальное. Ну все, теперь этот Чарон... О, бля, Чарон. Верон надолго. Не, ну охеренный. Не знаю, мне очень нравится. Пацаны, что побогаче выглядит? Вот то или вот это? Ебать, вот это рестайлинг Верона сделал за пару секунд. Ну что, пацаны, у меня, в принципе, на этом все. Теперь можно считать, что тюнинг Верона закончен. Следующий пункт только будет продажа. Но стоит ли это делать, если я уже на него вкинул... Ну вы видите сейчас на экране, сколько я его уже вкинул. Поэтому, я думаю, смысла никакого нет его продавать. А лучше накупить еще на Чарон. Пишите в комментариях, был ли у вас семенной номер и хотите ли вы купить. Мне кажется, стоит его взять, хотя бы один. Хотя бы даже ненадолго покайфовать. Это выглядит достаточно прикольно. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Нажимайте колокольчик, чтобы всегда смотреть их первым. Ну а с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока.